Прибывшим с благовестием на Троицкое подворье об избрании его в патриархе, святитель Тихон сказал, «Утешением и ободрением служит для меня и то, что избрание мое совершается не без воли Пречистой Богородицы. Дважды она пришествием своим честной иконы Владимирской в храме Христа Спасителя присутствует при моем избрании. В настоящий раз самый жребий взят от чудотворного ее образа». Сам выбор иконы был не случайным. Пред всей иконою при избрании святителей клали запечатанные царской печатью жребии, которые после молебна тут же вынимались митрополитом и распечатывались царем, причем объявлялось имя избранного. Именно к этому образу со стороны святителя Тихона было особое благожелательное отношение. Известно, что по его благословению сей чудотворный образ по церковному преданию, писанный апостолом Лукой на доске от стола, находившегося в жилище Иосифа и Богоматери, в отроческие годы Иисуса Христа был освобожден от всех позднейших наслоений и реставраций и предстал первозданным в своем виде. Келейной святыней святителя стала точная копия, снятая с чудотворного Владимирского образа Божьей Матери. После кончины патриарха Тихона она перешла к местоблюстителю митрополиту Петру Полянскому, а от него к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому, впоследствии патриарху, составившему новый акафист в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в котором восхваляет попечение Богоматери о земле русской. И особенно радостно восхваляет Богоматерь, что она своей чудотворной иконой благословила работу Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 года и от своей же чудотворной иконы дала жеребий восстановленного патриаршества своему избраннику, патриарху Тихонову. Знаменательное другое, не случайное совпадение. Явление еще в XII веке на источнике в Могилевской губернии патриаршей иконы Божьей Матери. Прославленная многими чудесами, она почиталась не только православными, но и иноверцами. Возникшую на этом месте Успенскую Пустунскую обитель в древних грамотах именовали Домом Пресвятой Богородицы. Празднование этой иконы установлено 15 августа, в день Честного Успения Пресвятой Богородицы, когда в 1917 году в богоспасаемом граде Москве в Успенском соборе, также называвшемся Домом Пресвятой Богородицы, открылся Освещенный Церковный Собор, восстановивший патриаршество на Руси. И тут нельзя не привести одно интересное наблюдение современного философа, представляющий интерес не только с точки зрения прошлого. Вместе со свержением династии Романовых и большевистской революции, которая на внешнем уровне несла с собой полное отрицание православия, его духовных, догматических и ритуальных основ произошли два события, имевшие для православного сознания огромное значение. Во-первых, на Руси было восстановлено патриаршество, а во-вторых, столица была снова перенесена из Петербурга в Москву. Оба события с мистической точки зрения теснейшим образом связаны между собой, так как введение на Руси патриаршества и появление учения о Москве, Третьем Риме. В одном случае, а также упразднение патриаршества и перенос столицы в Санкт-Петербург, в другом случае, происходили в русской священной истории синхронно. По слову отца Сергия Булгакова, если в прежнее время Россия была империей, теперь она стала патриархией. Царя Всероссийского сменил патриарх Всероссийский. Только в этом титуле продолжает сохраняться до лучших дней святое имя нашей страны. Но! Дух суровой византийства от русской церкви отлетал. Целый ряд обстоятельств, предшествовавших явлению иконы Божьей Матери, Державной, связаны с Могилевым, в котором, как известно, находилась царская ставка. Город тот, следует заметить, был особый, со смыслом. Кроме известных событий февраля 1917 года, переломных в истории Российской империи, впоследствии он стал осиным гнездом Октябрьского переворота. Именно здесь была разгромлена ставка Верховного главнокомандующего и убит генерал Духонин. И вообще, многие важнейшие революционные события вершились на Могилевщине. Недаром знавший не понаслышке местную предгазовую обстановку, Альминский считал, что Могилев был в то время третьим, после Петрограда и Москвы, центром, решавшим исход революции. Нельзя умалчивать о значительных красных силах, копившихся в этом районе. И еврейских прибавим мы, что в то время, впрочем, значило одно и то же. В городе, отмечал генерал Спиридович, почти не было интеллигенции. Вид толпы довольно серый, много евреев. Ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны, бывавшая в Ставке, позднее писала в своих мемуарах. Среди неправды, интриг и злобы было, однако, и в Могилеве одно светлое местечко, куда я приносила свою больную душу и слезы. То был братский монастырь. За высокой каменной стеной на главной улице, одинокий, бедный храм, где два-три монаха справляли службу, проводя жизнь в нищете и лишениях, там находилась чудотворная икона Могилевской Божьей Матери. Благой лик, который сиял в полумраке бедного каменного храма. Я каждый день урывала минутку, чтобы съездить, приложиться к иконе. Услышав об иконе, государыня также ездила раз за два в монастырь. Было государь, но в нашем отсутствии. В одну из самых тяжелых минут душевной муки, когда мне казалась близка неминуемая катастрофа, помню, я отвезла Божьей Матери свои бриллиантовые серьги. Речь идет о Могилевской братской иконе Божьей Матери, находившейся в Богоявленском братском монастыре в Могилеве, в описываемое время первоклассной мужской необщительной обители, основанной в 1633 году. Монастырь неоднократно подвергался опустошительным пожарам в 1664, 1708 год, 1748, 1810, 1850 года. Перед революцией в обители было два каменных храма. Летний Богоявленский, с пределами сошествия Святого Духа, Рождества Богородицы и преподобного Феодосия Печерского, и Зимний во имя святителя Иоанна Богослова с пределом Святого Николая Чудотворца. Под управлением Архимандрита было 37 человек братьев. С чудотворной иконой, пребывавшей в Богоявленском соборе обители, было связано чудесное избавление Могилева от осады его литовским гетманом, князем Радзивиллом. В монастыре совершалось два крестных хода 19 марта вокруг ограды и в день приполовения с 1842 года на Днепр. Возможно, один из этих крестных ходов был связан с празднованием, установленным в честь чудотворного образа. К сожалению, сведений о нем так и не удалось обнаружить даже в самых подробных справочниках об иконах Божьей Матери. Зато это одна из четырех древних икон Могилевщины, чтимых православными и католиками, неожиданно появилась на гербе Могилевской области, разработанном местным художником Дмитриади и утвержденным указом белорусского президента в январе 2005 года. Герб Могилевской области, читаем в описании, представляет собой изображение на золотом поле французского щита в овале голубого цвета Могилева Братской Божьей Матери. Внизу размещены три зеленых холма, на которых три червленых колоса с золотыми стеблями. Щит окружен соединенным Андреевской лентой венком из золотых, дубовых и лавровых листьев. Между тем, как мы уже отмечали, посещение Государем Монастыря и молитва его перед Братской иконой, связаны с особыми обстоятельствами, завершившимися чудесным явлением Державной иконы Божьей Матери. Наряду с Братской и Державной иконами, приводимых далее нами в выписках из дневника Государя и переписки царственных мучеников, речь пойдет о двух других чудотворных образах знамении Царско-сельской и Владимирской чудотворной иконе, привезенной в Ставку из Москвы перед праздником Пресвятой Троицы 28 мая 1916 года по настоянию императрицы Александры Федоровны и Великой Конегине Елизаветы Федоровны. Императрица Государю из Царского села 6-9-1916 Икона в монастыре куда я часто ездила Он Распутин знает этот монастырь много лет тому назад во время своих странствований по России он там молился по его словам творит великие чудеса и ей суждено спасти Россию пойди же туда как-нибудь это так близко от дома у Пречистой Девы такой дивный лик 28-9-1916 императрица Государю из Царского села Здесь сейчас замечательный молодой только что посвященный епископ Мельхиседек которого Петерим привез с Кавказа Он теперь епископ Кронштадтский и так далее Когда он служит то церковь бывает битком набита очень возвышенный Это будущий митрополит Вообрази он долго был настоятелем братского монастыря в Могилеве и боготворит и страшно чтит тамошний чудотворный образ Богоматери который мы с тобой постоянно посещаем Прошу тебя милый поедем туда возьми меня и бэби с собой Я беру с собой лампадку чтобы повесить ее перед образом Я когда-то обещала это настоятелю Мне в пятницу предстоит познакомиться с Мельхиседеком в ее вырубовой доме и наш друг будет там Они говорят что его беседа чудесная Она прекрасно действует Он превосходно говорит и помогает душе на время подняться над земными печалями Но я хочу чтоб и ты был здесь чтоб пережить это вместе со мной Из дневника государя 12.10.1916 В два часа заехали в братский монастырь поклонились иконе Богородицы и поехали к старой сталке Из дневника государя 13.10.1916 Прогулка была в тех же местах как вчера Из дневника государя 16.11.1916 Поехали на вчерашнее место откуда я пошел с дочерьми и мордвиновым к Днепру и мимо церкви наверх лесом назад Из дневника государя 17.11.1916 Днем поехали туда же 4.12.1916 Императрица государю из царского села Сон нашего друга так знаменателен Милый Помолись у иконы Могилевской Божьей Матери Ты там обретешь мир и крепость Загляни туда после чая перед приемом Возьми туда бэби с собой Там так покойно и вы можете там поставить свечи Пусть народ видит что ты царь христианин Не смущайся Такой пример принесет пользу другим 9.12.1916 Императрица государю из царского села Наш друг говорит что пришла смута которая должна была быть в России во время или после войны И если наш ты не взял бы место Николая Николаевича то летел бы с престола теперь Будь бодр Крикуны угомонятся Только распусти думу поскорее на возможно более долгий срок Верь мне Отправься к любимой иконе Наберись там решимости и силы Постоянно помни о сновидении нашего друга Оно весьма весьма знаменательно для тебя и для всех нас Из дневника Государя 9.12.1916 Едучи с Алексеем к Старой Ставке остановились и зашли приложиться к здешней чудотворной иконе Божьей Матери 10.12.1916 Император Государыни из Могилева Вчера катаясь в любимом лесу Алексея у Старой Ставки мы вошли и минутку молились перед иконой Божьей Матери Я доволен что мы это сделали раз это было твоим особенным желанием 12.12.1916 Императрица Государь из Царского Села Я очень счастлива что ты съездил помолиться перед дорогим образом Там так покойно чувствуешь себя отрешенным от всех треволнений в ту минуту когда изливаешь свою душу и сердце в молитве обращенной к той которой столько людей приходит со всеми своими горестями из дневника Государя 10.12.1916 Снег шел целый день прогулку сделал к архиерейскому лесу сильно дул ветер пока дошли до леса снег залеплял глаза и правые уши до беда принял Трепова 13.12.1916 Император Государыни из Могилева Я одобрил этот план распуска думы 17 декабря но взял с него председателя совета министров Трепова торжественное обещание держаться его и довести до конца Я нарочно пошел помолиться перед иконой Божьей Матери до этого разговора и после этого почувствовал успокоение Из дневника Государя 13.12.1916 Прогулка была известная к архиерейскому лесу 17.12.1916 Императрица Государю из Царского села Сегодня днем более чем когда-либо буду думать о тебе Да благословит Господь все твои замыслы и планы Надеюсь что тебе удастся предварительно помолиться перед образом Я заказала всеночную на дому В ночь с 16 на 17 декабря был убит их друг 13.2.1917 Первое сновидение крестьянки Андриановой об иконе Божьей Матери Державной в Коломенском Вознесенском храме В этот день в 1917 году начался Великий пост Накануне 12 февраля был праздник Иверской иконы Божьей Матери Покровительницы России Чей святой образ имеет особое эсхатологическое значение Будучи мистически связан с конечными судьбами мира 22 февраля 1917 Императрица Государю из Царского Села «Да хранят тебя светлые ангелы Христос да будет с тобой и причистая дева да не оставит тебя Наш друг Распутин поручил нас ее знамени Пожалуйста съезди к образу причистой девы как только сможешь Я так много молилась за тебя там 25 2 1917 Император Государине из Могилева Сейчас в 2.30 перед тем как отправиться на прогулку я загляну в монастырь и помолюсь за тебя и за них детей причистой деве 25 2 1917 Императрица Государю из Царского Села Пожалуйста сходи на минуту к иконе причистой девы и спокойно помолись за себя чтобы прибавилось сил за наше большое и малое семейство 26 2 1917 Императрица Государю из Царского Села Бог поможет это кажется уже предел вера и упование так спокойно от сознания что ты был у этого дорогого образа 26 2 1917 Второе сновидение Евдокии Андриановой Этот день был последним когда законная власть контролировала события с этого же дня по указу государя должна была прервать свои занятия Государственная Дума на следующий день она отказалась этому подчиниться 26 2 1917 император государыня из Могилева я был вчера образа причистой девы и усердно молился за тебя моя любовь за милых детей и за нашу страну а также за Аню Вырубову скажи что я видел ее брошь приколотую к иконе и касался ее носом когда прикладывался вчера вечером был в церкви старуха мать архиерея благодарила за деньги которые мы пожертвовали сегодня утром то есть 26 февраля в день второго сновидения Андриановой во время службы я почувствовал мучительную боль в середине груди продолжавшуюся 1 четвертую часа я едва выстоял и лоб мой покрылся каплями пота я не понимаю что это было потому что сердцебиения у меня не было но потом оно появилось и прошло сразу когда я встал на колени перед владимирским чудотворным образом причистой девы 2-3-го 1917-го обретение иконы Божьей Матери именуемой Державная 3-3-го 1917-го императрица государю из царского села у нас был чудный молебен и акафист перед иконой Божьей Матери знамение царскосельской поручила их детей и тебя ее святому попечению потом ее пронесли через все комнаты все кругом черно как ночь но Бог над всем мы не знаем пути его не того как он поможет но он услышит все молитвы вот что записала в своих мемуарах Вырубова чудом вышедшая из заключения Петропавловской крепости по странному стечению обстоятельств единственную маленькую икону которую мне разрешили потом иметь в крепости была икона Божьей Матери Могилевской отобрав все остальное солдаты швырнули мне ее на колени сотни раз в день и во время страшных ночей я прижимала ее в груди и первое приветствие по освобождению из крепости была та же икона прислана из Могилева монахами вероятно узнавшими о моем заключении источник царица небесная державная правительница земли русской